У нас остались еще 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора и лючить для Лиены. Вот та женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учитель Лиены. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую всех, находящихся в этой комнате. Озовите меня Анула. Анула. Анула, вы куратор или учитель Лиены? Куратор. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, убрали все, что ей там мешало, и у нее остались 10 вопросов к вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? При великим удовольствии. Благодарю вас. Начиная с первого ее вопроса. Откуда моя душа? Пожалуйста, опишите, как выглядит дом моей души. Какой прекрасный вопрос. Ты лирянка. Дом твоей души. Это созвездие Лиры. Это прекрасное созвездие. Скопление звезд. Каждая из которых имеет свои вибрации и тональность. Что конкретно вы бы хотели знать? Я исхожу из ее вопросов. Описать просто, как выглядит вы это сделали. Эти энергии можно еще, возможно, добавить. Что они музыкальные, и у них есть звук специальный такой. Именно это я имела в виду, когда говорила о вибрациях и тональности. Благодарю вас. И на этом месте мы приветствуем представителя созвездия Лира. Мы очень рады вас видеть в нашей комнате. Приятная атмосфера. Благодарю вас. Позволите переходить к следующему вопросу? Позволю. Как мне связаться с тобой, мой Куратор, и как ощутить твое присутствие? Мое присутствие ты можешь ощутить знаками, цифрами и другими мелочами вокруг тебя. Только так ты можешь ощутить мое присутствие в земном мире. Связаться со мной можно телепатически. Но это все общие вопросы. Я бы хотела поговорить именно о тебе и твоей душе, Лирианке. Все души созвездия Лира связаны между собой определенной тональностью. Эту тональность нужно настроить внутри себя, как расстроенный музыкальный инструмент. Лирианке имеет все, но если нет настройки, он не гармоничен. Также ты. Если ты внутри себя не настроена правильно, ты не сможешь связаться со мной и увидеть все мои знаки. Что это значит? Это значит, что твоя интуиция должна находиться в определенном сознании и развитии. Именно этот правильный путь сгармонизирует твое внутреннее состояние. Только в этом состоянии ты сможешь слышать меня. Пока ты не настроена внутри, твое восприятие будет нечетким. Поэтому на сегодняшний момент я бы посоветовала обращать внимание на знаки вокруг тебя, развивать твою интуицию. И только после сонастройки ты сможешь четко осознавать, с кем ты связываешься, задавать вопросы и получать моментальный ответ. Благодарю. Благодарю вас, Санула, за этот очень развернутый и интересный ответ. Вы когда говорили о расстроенном инструменте, я увидел визуализацию арфы или лиры. У нас есть такой музыкальный инструмент. И когда расстроенные струны, безусловно, ты не сыграешь ничего на нее. Но когда они настроены... Именно это я показывала визуально. Значит, я это считал. Благодарю вас, Санула. Струнный музыкальный инструмент. Я перехожу к следующему вопросу с вашего разрешения. Как работает энергия, которую я излучаю? На сегодняшний день они работали... До сегодняшнего дня они работали ахаотично. Каждая твоя чакра несет разную тональность, разные вибрации. И именно их ты выплескиваешь. Где-то больше, где-то меньше. Гармонизации не происходит. Каждая чакра работает отдельно от другой. Каждая чакра несет в себе, как я уже сказала, тональность и свою вибрацию. А значит, твои чувства и свои эмоции. Когда чакры сгармонизированы, тогда ты спокойно, уравновешенно, и твои энергии теплые и уверенные. Они не очень яркие, они и не должны быть такими. Так как своей яркостью ты привлекаешь много кого, от кого ты не знаешь, как защититься. Поэтому твои энергии в гармонии должны нести уверенность, спокойствие и радость. Я бы сравнила эту гармонию с приятной ночной лампой, которая делает свою работу, но при этом она не бьет своими лучами в глаза. Вы понимаете, о чем я говорю? И я переношу все эти значения и визуализацию на созвездия Лира. Именно так выглядит это созвездие. Скромное, излучающее свои особенные энергии изнутри. Каждая звезда, как каждая чакра в человеческом теле, сгармонизирована и сбалансирована между собой. Благодарю. Благодарю вас, Аннула, за этот ответ. Я перехожу к четвертому вопросу. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Я бы назвала твое присутствие на Земле слишком приземленным. И если ты сгармонизируешь духовную связь и знание происхождения Души с земными удобствами, твоя жизнь будет намного легче. Ты приземлилась, как будто ты собираешься провести на Земле тысячи лет. Это прекрасно, что ты ищешь пути и развиваешься. Но будет легче, если в это развитие ты внесешь знания своего света и памяти по созвездии Лира. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Каковы мои скрытые таланты, которые я не использую в данный момент? На какие таланты мне следует обратить внимание? У тебя много талантов и много знаний, которые будут открываться тебе по мере заинтересованности. Шаг за шагом ты будешь вспоминать и расширять свои знания и возможности. Но для этого ты сама должна искать. Именно это ты делаешь сейчас. Но я не могу тебе сказать, делай это или вот это. Это твой поиск. И первое, что нужно, конечно же, узнать больше о созвездии Лиры, представить его, визуализировать. Небольшой поток информации откроется тебе, пробуждая твой интерес. Это даст толчок для открытий новых знаний. Как я уже сказала, все души созвездия Лиры связаны между собой телепатически. Так же, как и с самим созвездием. Это очень интересно. Но душа должна быть готова. Когда душа готова, уверена и интуиция тверда. Тогда ты можешь легко получать информацию. Созвездие Лира. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемая Нула. Я хотел сейчас перейти к шестому вопросу. Но я смотрю, шестой вопрос она не написала. А написала сразу седьмой вопрос. Поэтому я вынужден начать перейти к седьмому вопросу сразу. Почему я родилась в этой семье? Есть ли какие-то кармические задачи, связанные с этой семьей? Да, есть. Ты попала именно в ту семью, в которую планировала. Это связано с твоим контрактом, который был удален сегодня. То есть те самые люди окружали ее в тот момент, когда она звалась Олекса, как нам Джин объяснил, в 1602 году, если я не ошибаюсь. Нет, это немножко не так. Так, чтобы контракт был частично пройден, для того, чтобы был аннулирован, нужно пройти определенный путь. Именно такую семью. Выбор пал именно на такую семью. Вот как это работает. Понимаю, понимаю. Все имеет свой смысл. Итак, ответ «да». Вы хотели добавить что-нибудь или я могу переходить? Переходи, пожалуйста. Восьмой вопрос. Опишите, пожалуйста, среду, в которой мне следует находиться, чтобы моя душа могла развиваться и наиболее гармонично и быстро. Развитие души не требует спешки. Я бы сказала больше. Эту среду мы создаем сами вокруг себя. Это значит, насколько велико твое желание развития. И как ты себе представляешь это развитие души. Развитие души, как я уже сказала, ведет к определенным ограничениям. Многие блага земной жизни становятся неинтересными. Ты растешь внутренне. Ты наблюдаешь со стороны. Ты становишься осознанней. Что такое осознанность? Это знание. Твое сознание внутреннее расширяется, переходит на другой уровень. Туда, где многие предметы физически становятся неинтересны. Поэтому сама душа должна быть готова внутренне к этому. Сама душа должна не просто желать этого, но быть в спокойствии и радости, проходя свой опыт, осознавая, принимая, идя дальше, ищая нового развития. Можно подумать, что я говорю обобщенно, но это не так. Душа услышит. Душа поймет. Благодарю. Я благодарю вас за этот развернутый и очень интересный ответ, уважаемая Анула. Если вы позволите, если вы не хотите, закончили здесь, можем переходить к следующему вопросу. Переходи, пожалуйста. Девятый вопрос. Пожалуйста, просканируй мое энергетическое тело и на какие органы или области тела мне следует обратить внимание? Ноги, щиколотки. Мы там лярвы убрали сегодня. Это так. Твои ноги, они собирают все. Со временем они начнут опухать. Поэтому старайся скидывать все, что набирается за день. Галактическое ядро. Как это делать, тебе показали. Дальше горло. Больше, больше слушай, чем говори. Остальные органы не вызывают моего внимания. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас. Последний вопрос, десятый. Какой был бы твой самый важный совет для меня, о котором я не подумала спросить? Буду благодарна за любые рекомендации. Я немножко расскажу, как выглядит стержень души созвездия лиры. Из чакры в чакру переходит гибкий, уверенный стержень белого с оттенками желтого цвета по краям. Он не настолько желтый, как вы представляете его на земле. Это больше темно-янтарный цвет, но не насыщенный. Это блики, полутона. Конечно, ты можешь усилить и подсветить его своим внутренним желаниям и чувствами. И я говорю, как он выглядит безэмоционально, как свет созвездия лиры. Делать его теплым или холодным зависит полностью от тебя, от твоих чувств и эмоций. Ты можешь руководить своим внутренним стержнем, расширять его, наслаждаться и насыщаться им этим светом и своими родными энергиями, которые ты также можешь получать от созвездия лиры. Я активировала твой стержень. Ты можешь это чувствовать. Благодарю. Благодарю вас, Аннула. Вопросов больше не осталось. Стержень вы уже активировали. Пользуясь случаем, скажу, чувствуется ваш опыт жизни на земле. Вы очень хорошо все доступно объясняете. И остался маленький нюанс, о котором я еще хотел сказать. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую прекрасно знают на созвездии Лира. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Аннулы Будли, она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за этот визит, за ее ответы своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Это очень неожиданно и приятно. Я с благодарностью принимаю этот подарок. Благодарим вас. На этом месте мы передаем привет созвездию Лира и обращаемся к каждому куратору, который достучится до своего подопечного. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, которые мешают развиваться, открыть двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Благодарю вас за внимание к душам созвездия Лиры. Этот подарок навеял мне воспоминания о моей прошлой земной жизни. И за это я тоже открою вам один секрет. Секрет состоит в том, что созвездие Лиры и любое другое созвездие и объект общения идет телепатически. И на самом деле проще показать и передать телепатически все эти ответы. Поэтому не всегда кураторам хватает словарного запаса, чтобы донести это до своего подопечного. У вас это отлично получилось. Все остальное мы считали. Благодарю вас, уважаемая Анула. Очень приятная встреча была с вами. Традиционно мы не прощаемся. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, когда-нибудь наступит момент, когда Лена захочет пообщаться со своим высшим я. В этом случае мы всегда вызываем куратора и вместе поднимаемся на этот уровень, если этот момент когда-нибудь наступит. Благодарю вас за эту встречу. Благодарим и мы вас, Анула. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Лена, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Это великолепная встреча. Я вся нахожусь в энергии моей любимой и дорогой Лиры. Так и есть. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Лиена в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok